Мессенджер Телеграм с лета 2020 года, разблокированный российскими властями, накануне стал вторым по числу скачиваний мессенджером в США. И сразу же федеральные СМИ и охранители пробрало гордостью за отечественные разработки. Впрочем, какие уж они отечественные! Да и если вспомнить, сколько телега всего пережила за годы существования. Начало идей создания связано с попыткой обыска спецслужбами России в 2011 году офиса его создателя Павла Дурова. Тогда автор посетовал, что абсолютно секретного способа общения в мире нет, и решил как-то, видимо, это исправить. И вот в 2013 году перед публикой появляется новый мессенджер с шифрованием, ключи от которого якобы не передаются никому, ни одной стране мира, ни одной секретной службе. Да и вроде бы технической возможности для этого тоже нет. Так ли это вопрос на самом деле открытый до сих пор, но именно не под контрольностью удобства и привлекает все больше новых пользователей. Кстати, изначально телега была телегой, в том смысле, что рассчитана была на англоязычную и европейскую аудиторию, и только потом получила русификацию интерфейса. Чуть больше, чем за год, аудитория мессенджера перевалила за 50 миллионов пользователей. В феврале 2016 года их стало уже 100 миллионов. Бумажный самолетик становился все более узнаваем и популярен. В России все больше появлялось различных анонимных каналов, и все вроде бы ничего, вроде бы телеграм никому не мешал, но случилась трагедия. В апреле 2017 года произошел теракт в метрополитене Санкт-Петербургом, в результате которого погибло 16 человек и около 50 было ранено. Расследование со стороны ФСБ показало, что именно телеграм террористы использовали для координации своих действий, но при этом отследить сообщение было невозможно. Ну и ФСБ потребовали ключи шифрования. Адуров ответил, мол, нет технической возможности. Ей тут понеслась. Вот мне честно, вот честно, абсолютно, да все равно. Да не будет телеграм, мне честно говоря, все равно. Ряд телеграм-каналов я читаю и думаю, ну это же анекдот. Люди вообще ничего не знают. Ну просто ложь, ложь и еще раз ложь. Мы не ведем телеграм-каналы, мы их читаем. Мы пытаемся их анализировать и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Так у нас ведутся споры, что это? Это поступательное развитие в плане средств массовой информации или это регрессивное развитие? Вы какого мнения придерживались? Я считаю, что скорее, конечно, здесь идет потеря качества. Целый год эту тему мурыжили, пока, наконец, не дошло дело до суда. Суд постановил, что надо бы это дело прекращать. Как, никто не знает, но надо. Теперь били из всех орудий сразу. Не только из подконтрольных СМИ, но и из царь-пушки Роскомнадзора. А вместе с ними подтянули еще и всяких фриков. Итак, как блокируется мессенджер? Игорь, сегодня утром телеграмм добавили в единый реестр запрещенной информации. Как говорится, такая борьба снаряды и брони. То есть как бы мы будем выявлять миграцию мессенджера, добавлять в выгрузку новые IP-адреса и в конечном итоге снова блокировать. А потом, как это нафиг свободу слова? Это в значительной степени свобода оскорблений, просто-напросто. Свобода лжи, свобода, ну не знаю, клеветы. Вот вся эта анонимная сфера в значительной степени. Очень часто этим пользуется, вот давайте честно скажем, этим пользуется огромное количество трусливых людей по жизни. Трусливых по жизни людей, которым на самом деле сказать-то особо нечего. Но вот эту фигу в кармане свою им надо замаскировать под какой-то, так сказать, вот ник, какой-то там погоняло цифровое. Больше я никогда в Телеграм сидеть не буду. Дуров! Телеграм не должны находиться в России. Учился в Италии. Он не наш человек. Вот пусть едет туда, и там и живет. Вот когда представители, допустим, правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов. Не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. Ну, как я должен на это реагировать? Важным событием для нашего интернет-сообщества стало начало блокировки мессенджера Телеграм, которая осуществляется по решению суда. Процесс непростой и займет несколько месяцев. Несколько месяцев прошло. Потом еще несколько, потом еще несколько. И вот уже власти были просто вынуждены отступить, потому что ну никак. Блокировка по IP приводила к блокировке десятков других приложений, сайтов и служб, но не Телеграма. Как итог, сам Роскомнадзор завел Телеграм-канал, но отменять решение о блокировке все-таки не стали. Все еще пытались сдержать хорошую мину при плохой игре. Пользоваться мессенджером Телеграм в России можно. Даже несмотря на решение суда о его блокировке. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, Телеграм популярен у многих госструктур, потому что без него они потеряют контакт со значительной частью аудитории. На том и порешили. Забыли про мессенджер еще на год, пока не началась всеобщая политическая турбулентность. И в России, и особенно в США. Решение о блокировке отменили в какой-то момент, но осадочек-то остался. Поэтому власти оставили за собой право поливать мессенджер и всех, кто им пользуется, помоями за просто так. Телеграм-каналы в своем большинстве это такие платные, платные, дешевые сливные бачки. Многие действительно увлекаются этими сливными бачками. Это наш феномен такой в нашей стране. Ведь они же особо нигде в англоязычном мире. Это же не пошло. Это только у нас. И как-то так получилось, что это высказывание по времени совпало с тем, когда Дональд Трамп из США и Эрдоган из Турции решили завести в телеге свои сливные бачки. Но и за несколько дней аудитория мессенджера увеличилась еще на 25 миллионов человек со всего мира. Неудобненько как-то вышло, да? Но ничего страшного. Сегодня сливные бачки, а завтра уже великая российская разработка, которая покорила мир. Так и, знаете ли, до госнаграды недалеко. Конкретно в США менее чем за неделю, с 6 января, телеграм установили более полумиллиона раз. Так, мессенджер, сделанный в России, вышел на второе место в Штатах по числу скачиваний. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok